Пандемия коронавируса повлияла на жизнь всех людей на планете. Молодых и пожилых, слабых и сильных, больных и здоровых. Многих беспокоит чувство беспомощности. Все это вызывает тревогу и дискомфорт физически, эмоционально, духовный. Если у вас возникает в этот период достаточно много тревожных, депрессивных, негативных мыслей, и вы не знаете, что с ними делать и как с ними бороться, и как минимизировать их воздействие на вас, я вам рекомендую изучать некоторые книги по самопомощи, которые основаны на принципах когнитивно-поведенческой психотерапии. Именно с помощью когнитивно-поведенческой терапии вы можете легко научиться бороться с этими негативными мыслями и изменять их на более позитивные убеждения, ну или хотя бы на более реалистичные, что, естественно, весьма позитивно может повлиять и на ваше психоэмоциональное состояние. Никто из нас не в силах повлиять на происходящее в мире, но в наших силах управлять собственным уровнем стресса, считают эксперты. Важно прислушиваться к мнению специалистов по поводу защиты здоровья. Потому я в первую очередь рекомендую уделять внимание вашей физической активности. Можете, например, устраивать себе домашние тренировки в виде одной большой полноценной тренировки или нескольких мелких тренировок, растянутых в течение дня. Регулярно можете практиковать медитативные практики. Уже давно доказано очень многими исследованиями, что медитативные практики регулярные именно, они благоприятно влияют на депрессивные и тревожные расстройства. В целом тревожность может оказать негативное влияние как на взрослых, так и на детей. Ослабление карантина на первом этапе не коснулся учебно-образовательных заведений. Большую часть времени детям пришлось проводить дома и общаться в онлайн-режиме. Для многих детей это стало большой проблемой, ведь личный контакт утрачен. Психологи считают, что по мере выхода из пандемии школа сыграет ключевую роль в моральной поддержке ребенка. И задача родителей – помочь детям стабилизировать внутреннее состояние и справиться с негативными эмоциями. Для этого сами взрослые, сами родители должны очень адекватно реагировать на данную ситуацию. То есть должна быть очень сбалансированная позиция. То есть, с одной стороны, есть опасность в связи с карантией, то есть это нужно. С другой стороны, нужно избежать именно каких-то гипермоментов. То есть нельзя полностью исключать, заключать детям выходить на улицу. И нам было нельзя просто безрабельных упускать, нужно находить баланс, объяснять им, что такое гигиена, как мыть руки, как себя оберегать. Особенно детям младшего возраста – 5, 6, 7, 8, 10. Это как раз-таки возможность на этом фоне обучать гигиене, здоровому общению, здоровому менюсу, следить за собой, за своим здоровьем. И обучать основам безопасности. Конечно же, обязательно уделяйте внимание правилам гигиены сны и придерживайтесь их, так как карантин меняет привычный уклад жизни многих из нас, что нередко негативно влияет на наши привычки сна. Поэтому обязательно уделяйте внимание именно этому нюансу, так как нездоровый сон и недосып являются очень важным фактором риска для депрессии, для тревожных расстройств и вообще для обострения многих других психических недугов. Психологи предлагают смотреть позитивные фильмы, больше читать, чаще общаться с родственниками по интернету или телефону и гулять на свежем воздухе, если позволяют карантинные ограничения. Также, по их мнению, следует не подавлять, а признавать тревожные мысли. Так от них легче избавиться. Терегусин задаем Сибиси.